В начале апреля Министерство образования и науки презентовало результаты нового мониторинга выпускников вузов. Согласно полученным данным, выпускники высших школ и университетов получают более высокую заработную плату и больше востребованы на рынке труда. Такая ситуация наблюдается не только в общем в Латвии, но и в Даугупилсе. Мониторинг проводится уже второй год. В нем анализируются трудоустройства, доходы, популярнейшие программы обучения и спрос на выпускников на рынке труда. Анализируя данные о выпускниках вузов, завершивших обучение в 2017 и 2018 году и отслеживая, как складывается их карьера в течение года после выпуска, исследователи пришли к выводу, что доходы этих выпускников на треть больше средних по стране. Кроме того, люди с высшим образованием реже остаются без работы. Оценивая тенденции рынка труда среди профессий с высоким уровнем квалификации, самое активное трудоустройство происходит в сфере природных наук, математики, информационных технологий, образования, здравоохранения и социальной защиты. Такая же ситуация наблюдается и в Даугупилсе. Специалисты востребованы как в учебных заведениях, так и на предприятиях различного профиля. Нам нужны будут к сентябрю 6-7 человек. Ставка математика, ставка социального педагога, ставка учителя технологий, часы спорта, часы английского, часы латышского, французского. В детском саду ситуация немножко сложнее, если у нашего университета есть выпускники, учителя детских садов. Мы с удовольствием берем. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех наших педагогов за достаточно успешно проведенный учебный год. Было всякое, но в общем, в целом, все хорошо. Почему? Потому что работала команда профессионалов. И профессионалы, они всегда были в цене, есть в цене и будут в цене. И поэтому мы очень надеемся, что и наш университет подготовит для нас новые профессиональные кадры, поскольку не секрет, средний возраст наших педагогов достаточно большой уже сейчас, это 49 лет. И смена кадров, вот она сейчас пойдет волной. Еще 5 лет, и нам нужно будет очень-очень много учителей. Можем вспомнить лет 30 назад ситуацию, когда очень многое просто продавалось, покупалось, куда-то отвозилось, и было мнение, что может быть образование не столько необходимо. Но сейчас, как показывает практика, действительно, это очень короткие периоды в нашей жизни такие были. И для хорошего, для хороших доходов, для хорошей зарплаты необходимо, конечно, хорошее образование. И в данный момент, создавая новые предприятия, или те, кто приходят к нам в город, они точно так же ищут не просто работников, кто умеет делать все и ничего, им необходимы специалисты высокого класса хотя бы в той же IT-сфере. И это современный спрос на какие-либо профессии, и поэтому, конечно, да, образование необходимо, и, конечно, человек получит, я думаю, сильно лучше зарплату, чем он просто будет искать в любой сфере работы себе. Помимо того, что выпускники вузов более востребованы на рынке труда, в пользу высшего образования говорит еще один факт. Знания и навыки, приобретенные во время обучения, помогают основать свой бизнес, в том числе принимая участие в программах поддержки молодых предпринимателей, реализуемых самоуправлением и государственными организациями. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Долгопилской городской думы.